История заражения Ольги Рахимовой стандартная. Заболел коллега, через два дня инфекция настигла и ее. Неделю пролежала дома, затем обратилась в больницу Пытьяха. КТ показал 30% поражения легких, после чего девушку отправили в Пойковский госпиталь. Мне было тяжело, давалось съесть пищу, потому что мне не хватало дыхания. Приехав сюда, мне очень понравился персонал. Вообще девочки все очень молодцы, и кто принимал меня. За полчаса меня приняли, у меня температура была 39 с лишним. Мне сделали уколы. Я очень благодарна всем медсестрам и врачам, которые за мной ухаживали и смотрели. Многочасовые вахты с риском для здоровья в полном обмундировании, которое нельзя снимать. Врачи работали на износ. Их поддерживали все неравнодушные активисты, волонтеры и добровольцы. Поддержку в работе медиков оказывал и заместитель председателя Думы Югры Владимир Семенов. Он неоднократно приезжал лично поблагодарить сотрудников больницы. Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился. На прошлой неделе в ковидном госпитале Пойковского находилось всего несколько человек. Они переведены в инфекционное отделение Нефтьюганской городской больницы. В соответствии с приказом департамента здравоохранения госпиталь будет закрыт. В коллективе госпиталя трудилась слаженная команда сотрудников с 30-летним стажем. Они привыкли к нагрузкам и разным настроениям пациентов. Но в период пандемии справляться приходилось и со своим эмоциональным состоянием. Большинство людей наших Пойковских, мы их знаем, и их приходится отправлять в Сургут, ну в другие лечебные учреждения в связи с тяжелыми заболеваниями. Вот это вот намного тяжелее. Смотреть, как вот на твоих глазах хороший пациент, который еще ходил, улыбался, шутил, а ты приходишь на следующую смену, а его, оказывается, отвезли уже в реанимацию. Само заболевание накладывает некоторый эмоциональный цепь на пациента. Пациент испытывает в некоторых ситуациях страх за то, что с ним происходит. Поэтому, конечно, медперсонал участвует во время пребывания пациента в госпитале, в стабилизации его состояния не только физического, но и психологического. За эти два месяца в госпитале лечения прошли 496 человек с COVID-19 и вне больничной пневмонии. По мнению медработников, массовая вакцинация жителей региона позволила предотвратить значительное число заражений и снизить очередной пик новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, койки стационара нефтеюганской районной больницы по-прежнему остаются в резерве. Ольга Слобоженюк, Юрий Баталов, 7 канал.